Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Реальная Беларусь и сегодня мы поговорим о самых важных и актуальных народных новостях. Заждались? Поехали! Белорусские недовласти полностью сошли с ума. Они продвигают информацию о том, что диктатура это хорошо. Ну слава богу, что у нас диктатура. В последнее время участились тенденции изготовления тех или иных продуктов под определенными лозунгами. Каждый белорус видел в магазинах шоколадки с буквой Z. За. Но они на этом не остановились. Теперь в Лука-Бандастаге продают свеклу. Лукашенковские заготовки. А вам огромное спасибо! Я это никогда не забуду! Было бы неплохо, если бы Лукашенко реально по кусочкам разделили и замариновали в банке. Но это просто сюр. Таким образом они пытаются компенсировать недостаток информационного пространства. Так сказать, реклама. Белорусские недопатриоты продолжают удивлять белорусский народ. Вместо того, чтобы изучить историю и понять, что происходит в Беларуси, эти недоумки делают флаг. Верхногами. Что, в общем-то, говорит о том, что Беларусь нуждается в помощи. Ну, так сказать, знак СОС у моряков. Наш корабль стабильности тонет. И нам нужна помощь. Может быть, об этом хотели сказать ябатьки. Беларус, проснувшись с утра, заглянув в окно, увидел вот такую вот картину. И как он написал, на несколько секунд подумал, что началась. Началась война. Но нет. Лука Бандестаг готовится к 9 мая. На 9 мая будут дарить просроченные печенья и тушенку ветеранам, рассказывать, как они чтят Великую Отечественную войну. А потом лукашенковские прихлебатели, бандиты и ябатьки будут целый день бухать. Вот такой вот он праздник Лука Бандестага. Выстоим мы или нет? Ну, а Омск не отстает от лукашенковского бандестага. Вместо того, чтобы подчинить карусели в парке аттракционов, они вызвали священника. Ну, так сказать, и быстрее, и дешевле. Чтоб священник помолился, покрестил аттракционы. Ну, а путиноиды пойдут кататься с полной уверенностью защиты и безопасности. Экономия. Видео сняли очевидцы. А я напомню, что 14 апреля у аттракциона «Орбита» прорвало гидроцилиндр, пассажиров «Орбита» вынесла на ветки, а потом залила маслом. В сторону Брянска едет поезд с военной техникой. Читатели прислали вот такую видеозапись, где показано, что из России в сторону Украины едет новая техника. Военная техника. Ну, не новая, в смысле, потому что она хорошая, а в смысле новая, которую еще украинские ВСУ не уничтожали. Друзья, я вчера на просторах интернета я обратил внимание на один очень шикарный выпуск. Как оказалось, это наши мужики-рабочие сделали видео достойно, качественно, с информацией, а самое главное, с документами о том, как идет рельсовая война и кто на ней зарабатывает. Ну, естественно, в Беларуси на войне зарабатывают КГБшники. Ссылку я оставлю в описании и в первом закрепленном комментарии. Перейдите обязательно, посмотрите. Ну, вот такие вот ловушки ставят лукашенковские бандиты. Скорее всего, они это сделали не специально. Но это халатность и бесхозяйственность лукашенковских прислужников. Вот такой вот канализационный люк находится в городе. И там, кстати, чуть не упал ребенок. Как пишет читатель, еле успели ухватить ребенка за шиворот. Иначе была бы трагедия. Но никого это не интересует. Самое главное провести грандиозный парад 9 мая и подарить просроченную тушенку ветеранам, рассказывая о любви, заботе и о памяти. В Беларуси так сильно любят детей, что готовы сделать все для наших детей. Даже булочки с плесенью. Вот как французский сыр с плесенью, так и булочки. Ребенок купил в школе булочку, чтобы порадовать свою мать. Ну, так сказать, хозяин в доме. Принес эту булочку, а она французская. Как вы понимаете, такую французскую булочку употреблять нельзя. Но продать детям в белорусских школах вполне себе можно. А потом они удивляются, почему массово школы закрываются на карантин. Все очевидно. Белорусские чиновники так активно вывозят лес в Китай, чтобы хоть как-то пополнить белорусский бюджет и собственные карманы, что участилась тенденция аварий, ДТП и переворотов этих самых лесовозов. В Дубраво так и произошло. Лесовоз попросту перевернулся. Белорусский лес кругляк. Забесплатно вырубили, продали. Зачем что-то производить? Лукашенко же немного осталось, поэтому сливаем все, что есть, а там хоть трава не расти. Так называемый государственный контроль в Бандестаге рекомендовал аптечным сетям понизить цены на лекарства. так сказать, приказал. Но если не понизят, скорее всего, будут проверки, посадки, аресты и репрессии. Вот так работает экономика в Беларуси. Никакой рыночной экономики. Нет возможности нормально предпринимателям развиваться. Приказы и указы. Каким образом он может понизить цены на лекарства, если он и так практически по себестоимости их продает? Как? Ну, только если продаст собственную почку. Хотя для Лукашенко это тоже нормальный вариант. В Беларуси проводят парад 9 мая. Ну, готовятся к проведению парада 9 мая. И вот такие вот мусорки в Беларуси возле кладбища в Будокошелево. Это в десятках метров от могилы жертв фашизма. Вместо того, чтобы вбухивать миллионы белорусских рублей на показуху и просроченную тушенку, могли бы убрать эти свалки, так сказать, отдав дань почтения воинам, которые защищали нашу землю. А как вы понимаете, политика политикой, история историей, а люди воевали. Простые люди отстаивали интересы собственных семей. Медики заявили, что если президент здоров и бодр, то они будут под него равняться. Не все медики, а только те, кого снимали на камеру. Ну, а если президент здоров, бодр и весел, то, естественно, и мы будем стараться равняться. Это, знаете, я бы посоветовал два раза подумать этим медикам, прежде чем заявлять, что они хотят себя чувствовать так же, как и их президент. Так как мы с вами все прекрасно знаем, что у него букет болезней. Знаете, не у каждого старого пожилого человека такое количество болезней. От умственных, психологических, до конкретно физических болезней Лукашенко разваливается. Его поддерживает только очень дорогая, заграничная, вон та самая заграничная плохая медицина. Если бы не китайские специалисты, которые уже несколько раз его вытягивали из комы, то его бы давным-давно не было, и белорусский народ уже бы жил совсем по-другому. Поэтому медикам стоит несколько раз задуматься, хотите ли вы иметь такое же здоровье, как у Лукашенко, или лучше обойдемся без этих прелюди. Лукашенко гордится диктатурой. Если бы не диктатура в Беларуси, стране бы пришел кобздец. Он рассказывает о том, что соли нет в Европе. Вот эти все фотографии подтверждают, что он лжет. Я уже рассказывал в своих обычных новостях об этой информации. Важно понимать, что тут мы его споймали конкретно на факте. И все те, кто верит Лукашенко, должны понять, что врет он именно им. Не нам. Я словам Лукашенко априори не доверяю. Он врет тем, кто ему верит. А это еще, знаете, обиднее дважды. Ну, вот так выглядит общественный туалет в городе Столбцы. Я много рассказывал и показывал. У меня в ТикТоке есть видео с туалетом из Европы. Да и, в принципе, мне кажется, не стоит объяснять, что то, что я сейчас вам показал, это норма. Если я заблюрил эту фотографию, переходите в наш телеграм-канал, так как Ютуб определит это неприемлемым контентом. Но если показал, то оцените в комментариях качество белорусской стабильности. А самое абсурдное знаете что? Я только что узнал, что в этом же городе, где вот этот вот туалет, требуют сработников сдать на республиканский субботник. И уже не первый раз. Люди деньги сдают, бесплатно пашут целые сутки, а результата нет. Его и не будет, так как заставлять людей заниматься рабской работой не принесет никому результата. Уже давным-давно мир понял, что рабский труд это дорого, бессмысленно и бесперспективно. Осталось только это понять лукашенковским прислужникам и самому диктатору. Хотя зачем ему понимать? Ему пора собирать вещи. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх и напишите несколько комментариев для продвижения этого видео в топ. Помните про наш телеграмм, мы там работаем специально для вас. Для нас приятно, если вы подпишетесь и будете следить за нашими новостями. Помните про политических заключенных и родных и близких политических заключенных. Это очень важно. Также не забывайте присылать свои народные новости к нам в телеграмм.бот. Эта рубрика была, есть и будет. С вашей поддержкой мы расскажем о большем. Живи Беларусь! Слава Украине! Пока, друзья!